Добрый день, друзья! Программа «Час» с Еленой Гордон и я, ее ведущая, Уильям Сомерсет Моэм. Завтрак. «Да, мы не молодеем. Помните нашу первую встречу? Вы пригласили меня позавтракать. Помню ли я?» Это было 20 лет назад. Я жил тогда в Париже. Я снимал в латинском квартале крошечную квартирку окнами на кладбище, и денег, которые я зарабатывал, едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Она прочла одну из моих книг и написала мне. Я ответил несколькими словами благодарности и вскоре получил от нее еще одно письмо, в котором она писала, что будет проездом в Париже и хотела бы со мной поболтать. Но у нее очень мало свободного времени, и единственный день, который она может мне уделить, это следующий четверг. Утро она проведет в Люксембургском дворце, а потом мы могли бы позавтракать у Фуайо. «Ресторан Фуайо посещают французские сенаторы. Мне он был непосредством. Я никогда и не помышлял о нем. Однако ее внимание мне польстило. К тому же я был слишком молод и не научился еще говорить женщинам «нет». Мужчину редко удается научить этому, прежде чем он достигнет такого возраста, когда женщине уже безразлично, что он скажет. «У меня до конца месяца оставалось 80 франков, а скромный завтрак не мог, конечно, стоить дороже 15. Если оставшиеся две недели обходиться без кофе, мне бы этих денег вполне хватило». Я ответил, что в четверг буду ждать моего неизвестного друга Уфуайо в половине первого. Она оказалась не такой молодой, как я ожидал, и вид у нее был скорее внушительный, нежели привлекательный. Это была женщина лет сорока, возраст прелестный, но едва ли способствующий пробуждению сокрушительной страсти с первого взгляда. У нее были крупные, ровные, белые зубы, только мне почему-то казалось, что их у нее больше, чем нужно. Она была болтлива, но, видя, что она склонна болтать обо мне, я готов был слушать ее со вниманием. Когда я взглянул на карточку, у меня потемнело в глазах. Цены были гораздо выше, чем я предполагал. Но она меня успокоила. «Я никогда не завтракаю», — сказала она. «Вы меня обижаете?» — великодушно воскликнул я. «Я никогда плотно не завтракаю, не больше одного блюда. По-моему, люди в наше время слишком много едят. Немножко рыбы, пожалуй. Интересно, есть у них лососина?» Для лососины был еще не сезон, и в карточке она не значилась. Но я все же спросил у официанта, нет ли у них лососины. «Да, они только что получили чудесного лосося, первого в этом году». Я заказал для моей гости лососину. Официант спросил у нее, не прикажет ли она подать какую-нибудь закуску, пока будут готовить заказ. «Нет», — отвечала она, — «я никогда плотно не завтракаю. Разве если у вас есть икра? От икры я не откажусь». У меня ёкнуло сердце. Я знал, что икра мне не по карману. Но как я мог признаться в этом? Я сказал официанту, чтобы он непременно подал икру. Для себя я выбрала самое дешевое блюдо, баранью отбивную. «Зачем вы берете мясо?» — сказала она. «Не понимаю, как можно работать после такой тяжелой пищи? Я против того, чтобы перегружать желудок». Теперь предстояло выбрать вино. «Я ничего не пью за завтраком», — сказала она. «Я тоже», — поспешно заявил я. «Кроме белого вина», — продолжала моя гостья, как будто и не слышала моих слов. «Французские белые вина, такие лёгкие, они очень хороши для пищеварения». «Какое вы предпочитаете?» — спросил я всё ещё любезно, но без излишней восторженности. Она блеснула своими ослепительными зубами. «Мой доктор не разрешает мне пить ничего, кроме шампанского». Кажется, я побледнела. Я заказал полбутылки. При этом я небрежно заметил, что мой доктор категорически запретил мне пить шампанское. «Что же вы будете тогда пить?» «Воду!» Она ела икру. Она ела солонину. Она непринуждённо болтала об искусстве, литературе, музыке. А я сидел и подсчитывал, сколько придётся платить. Когда мне принесли заказанное блюдо, она взялась за меня всерьёз. «Я вижу, вы привыкли плотно завтракать, и совершенно напрасно. Берите пример с меня. Уверяю вас, вы почувствуете себя гораздо лучше, если будете есть только одно блюдо». «Я и собираюсь есть одно блюдо», — сказал я, видя, что официант опять подходит к нам с карточкой. Она грациозно от него отстранилась. «Нет-нет, я никогда не завтракаю. Так, погрызу что-нибудь, да и то скорее как предлог для беседы. Я просто не в состоянии больше проглотить ни кусочка. Разве только если у них есть французская крупная спаржа. Быть в Париже и не попробовать её — это просто обидно». Сердце у меня упало. Я видел эту спаржу в магазинах и знал, что она ужасно дорогая. Не раз у меня текли слюнки при виде её. «Мадам желает знать, нет ли у вас крупной спаржи?» — спросил я у официанта. «Я напряг всю свою волю, чтобы заставить его сказать «нет». Его круглая пастырская физиономия расплылась в радостной улыбке. И он заверил меня, что у них есть такая крупная, такая великолепная, такая нежная спаржа. Просто чудо!» «Я ни капельки не голодна», — вздохнула моя гостья. «Но если вы настаиваете, я, пожалуй, съем немножко». Я заказал. «А вы разве не хотите?» «Нет, я спаржи не ем». «Да, некоторые её не любят. А всё потому, что вы едите слишком много мяса. Это портит вкус». «Мы ждали, пока приготовят спаржу». Мною овладел страх. Я уже не спрашивал себя, хватит ли денег до конца месяца. Я думал только о том, как бы уплатить по счёту. «Какой позор, если не хватит каких-нибудь десяти франков и придётся занять их у моей гости». «Нет, об этом не могло быть и речи. Я знал точно, сколько у меня есть, и решил, что если счёт превысит эту сумму, я опущу руку в карман и, с возгласом ужаса, вскочив на ноги, скажу, что у меня украли кошелёк. Будет, конечно, очень неловко, если у неё тоже не окажется денег. Тогда останется одно – предложить в залог свои часы, а потом вернуться и уплатить по счёту». Появилась спаржа. Она была необычайных размеров, сочная и аппетитная. Аромат растопленного масла щекотал мои ноздри, как запах дымящихся цельцов, сжигаемых благочестивыми иудеями, щекотал ноздри и иголы. Я следил, как эта бессовестная женщина самозабвенно поглощает кусок за куском и деликатно рассуждала о состоянии современной драмы на Балканах. Наконец спаржа исчезла. «Кофе?» – спросила я. «Да, кофе и мороженое», – отвечала она. «Мне уже нечего было терять, и я заказал себе кофе, а ей кофе и мороженое». «Вы знаете, есть одно правило, которому я всегда следую», – сказала она, доедая мороженое. «Человек должен вставать из-за стола с таким ощущением, что он еще не вполне насытился». «Вы еще голодны?» – едва выговорил я. «Нет, что вы, я не голодна, я вообще не ем второго завтрака. Утром я выпиваю чашку кофе, потом обедаю, а на второй завтрак так что-нибудь перекушу, самую малость. Я имела в виду вас». «Ага, понимаю». И тут случилось нечто ужасное. В то время, как мы ждали кофе, к нам подошел мэтр Дотелли и с угодливой улыбкой на лицемерной физиономии протянул нам большую корзину, полную огромных персиков. У них был румянец невинной девушки. У них было все богатство тонов итальянского пейзажа. Но откуда они взялись в это время года? Один бог знает, сколько они стоят. Я тоже это узнал. Несколько позже. Ибо моя гостья, не прерывая беседы, рассеянно взяла из корзины персик. Вот видите, вы набили желудок мясом, моя единственная несчастная котлетка. И больше ничего не в состоянии съесть. А я только слегка перекусила, и теперь с удовольствием съем персик. Принесли счет. И когда я уплатил, у меня едва-едва осталось ночевые. Взгляд ее на мгновение задержался на жалких трех франках, оставленных мною для официанта, и она, конечно, сочла меня с крягой. Но когда я вышел из ресторана, впереди у меня были целые две недели, а в кармане ни одного сантима. «Берите пример с меня», сказала она на прощание. «Никогда плотно не завтракайте». «Я сделаю еще лучше», отвечал я. «Я сегодня не буду обедать». «Шутник!» весело воскликнула она, вскакивая в экипаж. «Вы настоящий шутник!» «Теперь я, наконец, отомщен». Мне кажется, я человек не злопамятный, но когда в дело вмешиваются сами бессмертные боги, вполне простительно обозревать плоды их труда с чувством удовлетворения. Она весит теперь 300 фунтов. Уильям Сомерсет Моэм. Мистер Всезнайка. Рассказ. Я решил, что Макс Келлода мне не понравится еще до того, как увидел его. Война только что кончилась, и движение на океанских линиях стало особенно оживленным. Достать билет на пароход было почти невозможно, и приходилось довольствоваться любым местом, предложенным пароходными агентами. Нечего было и думать об отдельной каюте, и я радовался, что хоть попал в двухместную. Но когда мне назвали фамилию второго пассажира, сердце мое упало. Эта фамилия наводила на мысль о плотно закрытом иллюминаторе и спертом воздухе по ночам. Делить каюту с кем бы то ни было четырнадцать суток. Я ехал от Сан-Франциско до Иокагамы, и без того достаточно неприятно. Но меня бы это меньше страшило, если б моим попутчиком оказался Смит или Браун. Когда я вошел в каюту, вещи мистера Келлода были уже там. Вид их мне не понравился. Слишком уж много наклеек на чемоданах, слишком велик кофр для одежды. Мистер Келлода успел разложить свои туалетные принадлежности, и я заметил, что он постоянный клиент несравненного мусье Кути. На умывальнике стояли духи, туалетная вода, бриллиантин от Кути. Черного дерева щетки с золотыми монограммами не мешало бы помыть. Нет, мистер Келлода мне определенно не нравился. Я пошел в курительную, потребовал колоду карт и стал раскладывать пассианс. Только я начал, ко мне подошел один из пассажиров и спросил, не я ли мистер такой-то? Я мистер Келлода, добавил он, приоткрыв в улыбке ряд белоснежных зубов и сел. «А, мы, кажется, в одной каюте». «Повезло нам, правда? Никогда не знаешь, с кем тебя поместят. Я очень обрадовался, когда узнал, что вы англичанин. По-моему, за границей мы, англичане, должны держаться друг друга. Вы ведь меня понимаете?» Я даже заморгал. «Разве вы англичанин?» спросил я, пожалуй, не совсем тактично. «Конечно! А вы приняли меня за американца, да? Британец до мозга костей! Вот я кто!» В доказательство мистер Келлода достал из кармана паспорт и слегка помахал им перед моим носом. У короля Георга немало удивительных подданных. Мистер Келлода был небольшого роста, плотный, с чисто выбритым, смуглым лицом, мясистым крючковатым носом и блестящими влажными глазами на выкате. Его длинные вьющиеся волосы были черны и лоснились. Говорил он с несвойственной англичанам живостью и сильно жестикулировал. Без сомнения, при более близком знакомстве с его британским паспортом обнаружилось бы, что небо над родиной мистера Келлода куда лазурнее, чем над Англией. «Что будете пить?» спросил он меня. Я взглянул на него с недоумением. Сухой закон был в силе и, по всей видимости, на корабле строго соблюдался, а газированная вода и лимонад, когда меня не мучит жажда, мне одинаково противны. Лицо мистера Келлода осветилось восточной улыбкой. «Виски содовый или сухой мартини? Скажите лишь слово!» Из карманов брюк он извлек по фляжке и положил передо мной на стол. Я выбрал мартини, и мистер Келлода, подозвав официанта, потребовал кубики льда и два стакана. «Очень хороший коктейль», сказал я. «Там, где я это взял, еще много всего, и если у вас здесь есть знакомые, скажите им, что у одного вашего приятеля спиртного хоть отбавляй». мистер Келлода был болтлив. Он рассказывал о Нью-Йорке и Сан-Франциско, говорил о пьесах, картинах и политике. Это был патриот. Британский флаг – величественное полотнище. Но когда им размахивает джентльмен из Александрии или Бейрута, я невольно чувствую, что этот флаг несколько теряет в своем достоинстве. Мистер Келлода был фамильярен. Я далек от высокомерия, но, на мой взгляд, когда обращаешься к постороннему, не подобает опускать слово «мистер». Между тем, мистер Келлода, вероятно, чтобы я чувствовал себя проще, отбросил эту формальность. Не нравился мне мистер Келлода. Когда он подсел, я отложил было карты. Теперь же, полагая, что для первого раза наш разговор достаточно затянулся, снова принялся за пасьянс. «Тройку на четверку!» сказал мистер Келлода. «Ничто так не действует на нервы, когда раскладываешь пасьянс и смотришь, куда положить очередную карту, как советы под руку». «Сходится, сходится!» воскликнул он. «Десятку на валета!» «С яростью и ненавистью и ненавистью в душе я закончил». «Тогда он завладел колодой!» «Любите карточные фокусы?» «Ненавижу!» ответил я. «Я все же покажу вам один!» «Он показал три!» «Тогда я заявил, что спущусь в столовую и выберу себе место». «О, не беспокойтесь!» сказал он. «Место вам уже занято!» «Я решил, раз мы с вами в одной каюте, хорошо было бы и сидеть за одним столом!» «Не нравился мне мистер Келлода!» «Мало того, что я делил с ним каюту и трижды в день ел за одним столом, стоило мне только выйти на палубу, как он оказывался рядом. Отделаться от него было невозможно. Ему и в голову не приходило, что в нем не нуждаются. Он не сомневался, что вам так же приятно видеть его, как ему вас. Если бы в своем собственном доме вы спустили его с лестницы или захлопнули дверь перед его носом, он и тут не заподозрил бы, что с ним не хотят знаться. Он был очень общителен и через три дня знал на пароходе всех. Он поспевал всюду, проводил лотереи, возглавлял аукционы, собирал деньги на призы победителям состязаний, затевал игры в серсо и гольф, организовал концерт, устроил костюмированный бал. Он был везде сущим. И, конечно, возбуждал всеобщую ненависть. Мы называли его мистер-всезнайка даже в глаза. Он принимал это за комплимент. Но особенно невыносим он был в столовой. Тут мы почти на час оказывались в его власти. Он шутил, хохотал, ораторствовал, спорил. Он все знал лучше других. И если вы с ним не соглашались, это был удар по его самолюбию. Даже когда речь шла о пустяках, он не успокаивался до тех пор, пока не склонял вас на свою сторону. Он не допускал им мысли, что может ошибиться. Он из тех, кто знает наверняка. Мы сидели за столом судового врача. Мистеру Келлода никто бы здесь не перечил. Доктор был ленив, а я, подчеркнуто, равнодушен, если бы не сидевший с нами никто Рэмзи. Это тоже, как и мистер Келлода, не терпел возражений, и его выводила из себя самоуверенность левантинца. Их споры были бесконечны, и язвительны. Рэмзи служил в американском консульстве в Кобе. Это был высокий, грузный человек, уроженец Среднего Запада. Его тучное тело с трудом умещалось в дешевом костюме. Он возвращался к месту службы после недолгого пребывания в Нью-Нью-Йорке, куда ездил за женой. Которая провела год на родине. Это была очень хорошенькая женщина с приятными манерами и с чувством юмора. Служба в консульстве больших доходов не приносит, и миссис Рэмзи одевалась очень скромно, но со вкусом. Она умела носить вещи и всегда выглядела элегантной. Я не обратил бы на нее особого внимания, если бы не одно ее качество, которое, которое, быть может, и свойственно женщинам, но в наше время обычно ими скрывается. Глядя на миссис Рэмзи, нельзя было не поражаться ее скромности. Скромность украшала ее, как цветок украшает платье. Как-то за обедом разговор случайно коснулся жемчуга. Газеты много писали о хитроумном способе получения жемчуга, придуманном японцами, и доктор заметил, что их жемчуг неминуемо снизит стоимость настоящего. Этот жемчуг и сейчас уже очень хорош, а скоро его доведут до совершенства. Мистер Келлода по своему обыкновению ухватился за новую тему. Он сообщил нам все, что можно знать о жемчуге. Думаю, что Рэмзи даже понятия об этом не имел. Но он не мог упустить случая сцепиться с левантинцем. И через пять минут разгорелся жестокий спор. Я еще никогда не слышал, чтобы мистер Келлода спорил так страстно и многословно, как на этот раз. Наконец, что-то сказанное Рэмзи его особенно уязвило. Он стукнул кулаком по столу и закричал. Я ведь знаю, что говорю. Я еду в Японию как раз, чтобы посмотреть пресловутый японский жемчуг. Это моя специальность, и любой эксперт подтвердит вам, что с моим мнением считаются. Я знаю все лучшие жемчужины в мире, а уж если чего не знаю о жемчуге, того и знать не стоит. Это было для нас новостью. При всей своей болтливости мистер Келлода никому еще не говорил о роде своих занятий. Мы слышали только, что он едет в Японию по каким-то коммерческим делам. Он победоносно оглядел нас. Японцам никогда не получить жемчужины, которую такой знаток, как я, не распознал бы с первого взгляда. Он указал на ожерелье миссис Рэмзи. Помяните мое слово, миссис Рэмзи. Эта нитка никогда ни на один цент не упадет в цене. Миссис Рэмзи и свойственной ей скромности слегка покраснела и спрятала жемчуг под платье. Рэмзи подался вперед. Он взглянул на нас и в его глазах мелькнула улыбка. Красивая нитка, правда? Я сразу обратил на нее внимание, ответил мистер Келлода. «Да», сказал я себе, «Вот это жемчуг, что надо!» Его покупали без меня. «Интересно, сколько, по-вашему, он стоит?» «О, цена ему около пятнадцати тысяч долларов! Но я не удивлюсь, если на Пятой Авеню за эту нитку взяли все тридцать!» Рэмзи злорадно улыбнулся. «А что вы скажете, если миссис Рэмзи в день отъезда из Нью-Йорка купила ее в универсальном магазине за восемнадцать долларов?» Мистер Келлода побагровел. «Вздор! Жемчуг настоящий, притом для своего размера превосходный! я еще не встречал такой нитки!» «Хотите, пари, ставлю сто долларов, что это подделка!» «Идет!» «Ах, Элмер, нельзя же спорить, когда знаешь наверняка!» сказала миссис Рэмзи, слабо улыбаясь. В ее голосе слышался мягкий упрек. «Почему же? Деньги сами плывут в руки!» «Надо быть круглым дураком, чтобы упустить такой случай!» «Но как вы докажете?» продолжала она. «Ведь ваши утверждения голословны!» «Дайте мне взглянуть поближе, и если это подделка, я тут же скажу!» «Я готов потерять сто долларов!» заявил мистер Келлода. «Сними жемчуг, дорогая!» «Пусть этот джентльмен смотрит на него сколько ему угодно!» Миссис Рэмзи мгновение колебалась, потом подняла руки к замочку. «Я не могу расстегнуть!» сказала она. «Придется мистеру Келлода поверить мне на слово!» Меня вдруг кольнуло предчувствие, что сейчас произойдет какое-то несчастье, «Но я не нашелся, что сказать!» Рэмзи вскочил. «Дай я расстегну!» Он протянул нитку мистеру Келлода. Левантинец вынул из кармана увеличительное стекло и стал внимательно рассматривать жемчуг. Улыбка торжества заиграла на его чисто выбритом смуглом лице. Он вернул нитку и собрался было заговорить. Внезапно он перехватил взгляд миссис Рэмзи. Она так побледнела, что казалось была близка к обмороку. Глаза ее расширились от ужаса. Они молили о спасении. Это было до того ясно, что я удивляюсь, как ее муж ничего не заметил. Мистер Келлод застыл с открытым ртом. Он густо покраснел. Было ясно, что он делает над собой усилия. «Я ошибся», сказал он. Это очень хорошая имитация и, конечно, посмотрев через лупу, я сразу увидел, что жемчуг не настоящий. Пожалуй, больше 18 долларов это безделка и не стоит. Он достал бумажник, вынул из него 100 долларов и молча протянул мистеру Рэмзи. «Может, это научит вас впредь не быть таким самоуверенным, мой молодой друг», сказал Рэмзи, принимая деньги. Я заметил, что руки у мистера Келлода дрожали. История эта, как обычно бывает, распространилась по всему кораблю, и на долю мистера Келлода в тот вечер выпало немало насмешек. Шутка сказать, мистера всезнайку посадили в галошу. Только миссис Рэмзи ушла в свою каюту, у нее разболелась голова. На следующее утро я встал и начал бриться. Мистер Келлода лежал в постели и курил сигарету. Вдруг послышался слабый шорох, и в щели под дверью показалось письмо. Я отворил дверь и выглянул. Никого. Я поднял конверт. На нем печатными буквами было написано «Максу Келлода». Я передал ему письмо. «От кого бы это?» Он вскрыл конверт. «О-о-о-о». Из конверта он вынул не письмо, а стодолларовую бумажку. Мистер Келлода взглянул на меня и покраснел. И, взорвав конверт на мелкие клочки, он протянул их мне. «Будьте добры, киньте это в иллюминатор». Я исполнил просьбу и взглянул на него с улыбкой. «Кому охота разыгрывать из себя шута Горохового?» – сказал он. Жемчуг оказался настоящим. «Будь у меня хорошенькая жена, я не отпустил бы ее на год в Нью-Нью-Йорк, если сам остаюсь в Кобе», – сказал он. «В эту минуту мистер Келлод мне почти нравился». Он потянулся за бумажником и бережно положил в него сто долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова